мы на бали чё там происходит что за биржа чему ну мария ну расскажи немножко по цифрам 250 300 миллионов они же все с тобой из-за бабок здорово друзья сергей косинка на связи я вам вещаюсь гуанчжоу это короче хана я возмущен просто очень сильно у меня рейс на бали с одной пересадку гуанчжоу эти грёбаные знаете что делают они пишут билете что у тебя одна пересадка по факту делают две ты предаешь кот левый год тебе дают еще один билет сажают на самолет или ты в гуанчжоу уже в этот раз ну и потом уже оттуда улетают дэн пасар на бали я так понимаю что это не первый случай компания называется саус армии чайна в общем ей желательно не летайте никогда но я лечу на бали да будет сочный яркий и мощный выпуск погнали кстати это первый раз когда я лечу отдыхать один я я должна сообщить вам что-то невероятное я никогда не показывал девушку которая была со мной на сейчас девушки нет блин охрененно вкусно вообще просто жаришка в целом я вам скажу что очень важно когда ты находишься в проблеме внутри проблемы посмотреть на нее страны вот казалось бы да у меня блин вместо одного прилета еще одна пересадка это много геморроя но я подумал блин а какая разница я лечу отдыхать я уже на отдыхе есть которую постоянно прилетать кота и обсирают отели говорят отель говно самолет говно все говно магазина говно шмотки нитей так далее много денег но ничего не меняется они наверняка ждали что когда будут деньги тут то будет все офигенно но ни хрена не происходит поэтому где бы вы сейчас не находились чтобы вы не делали просто кайфуйте от того что у вас уже есть до нужно хотеть большего но нужно наслаждаться при этом тем что уже сейчас есть и в этом настоящий секрет я простоял тут 50 минут просто на паспортах хоть я и прилетел один но здесь туса офигенных парней и это будет реально офигенный бизнес истории с очень большой капитализации короче расскажу все подробнее приезда за вас четверо да и я 5 мы с эдиком живем там слева справа были были на комнату не а здесь у дэна прикольно королевская кровать любя до спать прошло три дня три дня более-менее мы освоились и я вам покажу как мы здесь живем собственно это я наш с тарасом домик тарас живет вот здесь это на самом деле живые девушки а это полуголый мультик меня ром это знаменитый зожник он положится в 5 утра чтобы потом встать час дня и начать отжиматься в нормальной жизни я пытаюсь сделать бизнес а сколько капитализация уже компании 250 300 миллионов чего долларов 250 300 миллионов 250 300 миллионов долларов долларов это марьяна максимальный зум такая у нас будет обложка мы на бали переехала бы на бали когда-то да я так живу да сколько уже три самых классных вещь которые нужно пустить на бали обязательно нужно поехать на один секретный пляж и можно очень крутой денис с кем-то кажется мне это подходит короче вот так уже три дня мы пытаемся выбраться из бассейна хоть куда-то уехать но пока ничего не получается но я надеюсь что мы вам покажем вот это еще научиться бы шутить нормально пока с этим проблем ребят извинить я познакомлю вас с удивительным человеком его зовут эдуард барк и он владелец компании стоимостью 300 миллионов долларов яду всего 30 лет и все эти годы он просто работал и делал свой бизнес делал свою империю в которой уже 12 компаний так друзья это это всем привет на этот барк у тебя написано в инстаграме почему я работал в азии и для азиатов моя фамилия предыдущая была очень сложный и потом оказалось что в таиланде это типа какое-то ругательное слово которое у нас даже нельзя произносить вообще ты очень необычный миллионер обычно все ребята у кого беру интервью рубашки костюмы галстуки и так далее то есть так привыкли видеть вообще миллионеров сейчас новое поколение тебе сколько мне 30 сейчас 30 лет 30 и стоимость своей компании по разным оценкам от 250 до 350 чего на момент миллионов долларов миллионов доллара на начало 19 250 350 миллионов что это за компании чем-то занимать компании разные у нас сейчас у меня три холдинга это оффлайновый холдинг это строительство страхование туризм какой самый большой как какой самый дорогой но самый большой сейчас это все-таки криптовалютная биржа xmo потому что капитализация сама биржа больше 130 миллионов долларов сейчас 130 миллион долларов биржа xmo что там происходит чудо биржа это криптовалютная биржа это проект который сейчас шесть лет у нас полтора миллиона клиентов в месяц триста триста пятьдесят тысяч человек совершают сделки покупают продают криптовалют сколько таких же бирж еще вообще мы входим в топ-20 вообще по всему миру до мировых а в россии а в россии нету ты видишь этого мужчина иди не теряй времени ей 6 лет тебе 30 получается ты сделал 24 года 24 с половиной года охренеть остальные бизнес его texmo скажи еще какие разумеется страхование туризм магазин мебели которая продала же биржи криптовалют плачевная система алга трейдинг трастовый фон от кон а векс а берег скуда я диспомил 11 1 1 1 1 1 партнерка по товарной партнерка теперь сеть теперь сеть аффилентный тур и медиабанг и компания медиабанг это вы делаете короче компании из разных очень ниш разные направления вообще 13 лет работы на стройке и откуда я из города томска сибири что-то дело с ростом из-за мебели и я был разнорабочим который принести подай 14 работал больше чем 20 разных местах это и продавцом консультантом магазине гс это промоутером мерчендайзером жил без отца с мамой дефольтная инфляция три нуля откинули у нас в россии что у нас не было зарплата 8 миллионов тогда а за ипотеку мы платили за квартиру шесть половиной миллиона и по сути до полтора жили это сейчас если так прикинуть может тысяч 20 рублей 15 рублей семья и 11 11 что-то скажешь сейчас вот ребятам которые учатся в школе и думают пойти вниз тут не пойти получить максимальное количество опыта потому что какие-то это мои успехи успехи других людей которых я встречаю свою жизнь на пути реально очень связано с тем что них просто есть опыт не все гении какие-то не все очень умные все абсолютно разные люди за 8 лет 22 до 30 ты построил ком 12 компаний нас проекта было сколько закрыл закрыл я ничего не закрывал все успешны за все успешно потому что все было продумано осмысленно и каждому бизнесу подходил как понятному делу они авантюре до в 22 года расскажи как это было как ты принял решение делать бизнес что за бизнес был у нас была самая холодная зима со второй мировой войны с сорок пятого года томске минус 52 у нас доходило 48 эти был человеком который бегает по магазину из точки в точку и собирает заявки на кетчуп майонез носок на всякой томатную пасту и я пришел наши я был одет в трех кофтах в в шапке в огромном пуховике мне были глаза как у нельзя одни видны я убегая из магазина там перекрестился добега до следующего у меня все глаза в и не снегу и я прихожу домой чувствую что ну реально у меня достала такая жизнь а я не выйду из дома из квартиры пока не придумаю чем я буду заниматься друзья очень классная новость наконец-то на это вели в остается правильный баланс мужчин и женщин и женщин наконец-то стало больше но так всегда происходит только найдешь девушку она уходит кроме поэтому тебе нужно быть много чего сделать для того чтобы восстановить наши отношения короче срочная инфа я не могу просто держаться не минуты хорошо но морян но расскажи немножко по цифрам это просто у меня блок он не только про развлечения ночью про пользу за эти деньги что человек получает мне кажется смотри вообще сейчас бессмысленно для инстаграма бессмысленно делать одинаковые фотки вот да вот раньше его человек блогер то мы тогда с ними договоримся по-другому я очень много здесь работал с блогерами мы ездили именно по разум сколько стоит день день если ты будешь работать там условно 5 дней в неделю 2 зарабатывать 200 тысяч долларов неделю а что вот надо чтобы человек сейчас например который с нуля дома пока не зарабатывает на фотографиях вот чтобы он начал научился до что нужно но я думаю прежде всего стремление потому что я очень много снимала бесплатно красивых девочек модели просто одесса в портфолио ради развития и так дальше плюс ретушь и все остальное и потом естественно это вытажите фотографии у тебя уже куча клиентов постоянный поток в основном клиент откуда приходит как раскрутить свою страницу чтобы люди пришли как-то знали что фотограф ну я думаю можно взять несколько блогеров прикольных который сделал себе рекламу и уже исходя из этого тысячка сайта много популярнее себя узнать а ты так писала сама блогером или как-то я вот прошлом году когда жила на поле четыре месяца снимал очень много сказки блогеров крутых и бесплатная любви дали стадовать оба кассе сманову кристина был край кредитом и познакомились в ресторане как это было не сделаешь подружкам урена 4 кстати на боли на младком но я посмотрел на них блин какой дима крутой тенденн я просто познакомилась понятно ребята короче ребята девушки не бойтесь подходите известные люди на самом деле такие же простые очень приятно как вообще твоя жизнь выглядит еще буду месяц на бали потом планирую наверно поехать киев а дальше я еще не придумал чего делать не знаешь меня уже расписаны несколько месяцев по европе съемок и марьяна подписывайтесь и вдохновляйтесь жаль что и на поле нету барбершопа блэкстар эд расскажи после того как я сделан на тебя сториз кто на тебя подписал какие-то сервью которые говорят что я красивый у меня самая классная аудитория спасибо вам я вас люблю на самом деле есть много удаленных профессий когда вы можете путешествовать по всему миру кайфовать и зарабатывать деньги при этом это фотограф это видеограф и уважаемый визажист скажите классно ли быть визажиста на бали офигенно это можно зарабатывать 100 долларов это сколько времени выгоднее быть не в холодной москве там или не в холодной калуги а просто приезжать реально на бали и при этом здесь проживание наверное стоит не дороже чем на украине до или дороже короче девочки и парни да вы сейчас это видите и думаете блин что тут не так почему это нереально как можно блин жить на бали кайфовать при этом зарабатывать деньги при этом молодой девушки и красивый то есть ну типа что там точно не так на самом деле все так и впустите просто себе в голову мысль что это реально возможно что можно сейчас выучиться сейчас на самом деле даже не нужно не нужны платные курсы то есть можно просто на youtube заходите и смотрите самых клевых девочка не бесплатно учат да наверно да то есть короче можно реально без денег начать научиться потом сделать классные бесплатные кейсы вы станете такими же да будете летать по по всему миру и при этом при этом кайфовать и зарабатывать деньги блин быть независимыми мне кажется это ваще мечта ну чё ребят романа по в деле и сегодня мы будем учить серёгу кататься на байке у меня не было никогда опыта и мне марат канкадзе может вы знаете он димона партнеге научил мне звонил недавно говорит хочешь на байке покататься игры не я и байк это вообще не совместил выше два раза до этого когда я катался даже на мопедах я падал оба раза вот его тарас седла как называется ром дура детским 150 кубов то что тебе нужно но это типо но для детей до нового пути мы решили заехать в магазин кастом мотоциклов романапа любитель этого движа смотрите какая красотка стоит 550 550 миллионов тарас я тебе нашел тут желтый вот это вообще пушка это как из мэтт макс вот это подсеркер что это угорит это не для аренды, это клиентов ааа болей ну хоть можно потрогать да, на улицу реально мы хотим взять их завтра в аренду типа на чайный пляжик с чайным песочком там погонять а сколько в аренду стоят они? 28 баксов в день получается ну они типа не сильно мощные 200 кубов где-то у них следующая остановка репкер рей расскажи что за бренд репкерл серферские бренд все а мы настоящие серферы я даже спину потянул серфер блин реально посмотришь, что с ромой случилось короче у него спина вот посмотрите вот тут палец смотрите у него реально его перекосило вот так вот так бог серёга и пообщаетесь раньше то произошло слишком серфил активно да и что будет сделать пытаться серфить другую сторону офигенно короче создать бренд который вот чисто сыруется с серфингом и если ты как бы нормальный под серфе ты конечно же обязан просто обязан купить за себе шортики я даже купил два раза сходил на доске знаешь уже имеешь право рассказ на ли стоит один из четыреста тысячи долларов примерно посмотрите прикольно здесь такая таблица у меня для моего веса должно быть 57 сантиметров доска 42 это если я уже более-менее шарю бросил вот мне можно таготовку вот такую 28 57 вот 27 вот получил такая такого размера доска для начала нужно очень огромное куда едем теперь милости бич милости бич это самый красивый пляж на бали ну или один из самых красивых находится на самом юге острова но и там соответственно мы будем учиться здесь самое безопасное место грави немножко скользкая дорога скалы там можно с горы прямо разогнать короче смотрите у нас такая это новый рубрика цити реально прикольно мне кажется будет вообще это моя задача номер один это что это максимум внимания от марьяна поэтому марьяна где вопросы устраиваются поудобнее рубрика ответы на вопросы подписчиков просто девочка я видел один комментарий написала что ну прикольно когда девочка мой зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц летом как бы не парить но на самом деле достаточно париться надо потому что во первых нужно обрабатывать все съемки потому что зубоком . уже серьезно да я работаю с ноутбуком . потому что реально очень сильно портит зрение во вторых ты все время тащишь на себе всю тяжелую технику мой рюкзак вот когда я там какой-то летаю на съемки он весит там с ноутбуком совсем килограмм 12 смотри тут пишет еще такой комментарий с каких пор 200 500 долларов в день это работа мечты настолько плохо что ли все я считаю что работа мечты вообще я считаю что не работа мечты мне нравится то что я независима то что если что-то все хочу купить я покупаю это поехать я еду адрес какой-то парень написал с моими бывшими знаешь его я точно него выше да вот посмотрите ага на фотографии торгуют по-любому они же все с тобой из-за бабок футаны эти не ваше дело так ничего ребята настал момент x на самом деле очень стремно то что реально опасно и один раз когда я я вез лизу привет лиза это было десять лет назад по моему в этом и в ногу просто в кровь раскромсали потом в больнице ездили там и потому что неделю раз пробовали вот я надеюсь что сейчас такого не будет потому что с нами профессиональный инструктор подписчики не захейтили шлем одевать лайки полетят на экспресс курс обучения езды на мотоцикле вот это вот газ да вот это тормоз и этот тормоз все я поеду короче смотри этом это механика когда надо поставить передачу первая передача включается вниз сейчас уставить на миграут первая передача вниз идет следующая передача вторая идет вверх у тебя получается миграут вот так вверх короче реально одно дело это кататься здесь где вообще никого нет другое дело поехать туда где тачки и пацаны которые не знают с кем они столкнулись первый раз выехал реально но я могу говорить тысячи слов но вместо этого скажут мои шорты я вот не выйду с дома пока не придумают чем я буду заниматься я вот же день позвонил начальнику сказал что увольняюсь и следующие три недели были неделями когда что я делал не стыдно топился до чертиков да нет я тогда очень мало пил как и сейчас и я три недели играл в игры типа dota counter strike на четвертую неделю я понял что что-то идет не так пора больше выйти из дома и я просто сел и начал расписывать на бумаге на листочке все сферы бизнеса все разные проекты где работал вообще все сферы я не знал чем я буду заниматься абсолютно это было непонятно я вспомнил что я работал в мебельном отделе 21 год в одиннадцатом году в одиннадцатом году и я по сути делал за руководителя очень нахренящей работы был его принести подай но по факту я сам считал остатки сам был продавцом сам следил за продавцами и ты решаешь открыть мебельный магазин я решаю позвонить почему попробовать договориться чтобы мебель прислали под рассрочку под реализацию да не все в плане было так просто оказалось что нужно еще платить аренду оказалось что мебель нужно еще доставить вот это поворот это стоит все с учетом депозитов за аренду и вагонов которым будет идти мебель более 300 тысяч рублей денег не было а как они тебе доверили я с ним работал до этого если бы работать до этого больше года я взял кредит на моего друга спасибо тебе Женя что сейчас Женя Женя он очень все хорошо с ним потому что следующий бизнес который мы сделали это было честно и правильно чтобы у него была там доля и сейчас он совладелец некоторых проектов когда вы выбираете себе нишу просто посмотрите в чем у вас уже есть опыт что вы уже делали и тогда у вас будет гораздо меньше ошибок потому что в любой теме когда вы учите скататься на велосипеде вы явно сразу падаете но если бы уже катались до этого то блин то вы сразу поедете хорошо и то же самое было здесь и и поэтому ты не потерял деньги как быстро этот магазин начал зарабатывать как это было с первого же месяца мы вышли в плюс в первом же месяце в плюс окупились на третий месяц и ты вернул кредит? вернул кредит? кредит я вернул не сразу нет 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 я реинвестировал деньги по сравнению да 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 в оборот я кредит выплачивал где-то наверное месяцев 8 хотя можно было выплатить за 3 месяца уже ну а потом что такое блин короче ребята у нас тут штор надвигается у нас есть максимум 5 минут мы бежим меняем локацию погнали погнали ты реально ты что больной? да это моя жизнь я не могу это прям взять и просто удалить блин рот ты что блин hello yes 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 абсолютно немного абсолюта нам добавить смотрите в чистом поле киоск малый бизнес короче друзья это самый настоящий черный пляж с черным песком но друзья на самом деле мы приехали сюда для того чтобы Мариша показала как она работает вот с такой большой штуковины а почему у него такой большой объектив а почему у него такой большой объектив ну специально сколько он стоит объектив где-то еще 800 долларов что происходит Мариша скажи сколько бы такая съемка стоила если бы ты брала с нас деньги если бы с нас забыла что брать ой да все бы деньги у вас забрала с нас прям миллионы 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 вообще друзья важно для тех кто хочет развивать свой инстаграм для тех кто хочет делать youtube для фотографов да в общем для всех кто связан с контентом нужно понимать что сейчас уже не 2010 год не 2013 знаете когда можно было выложить фотографию с кокосом в доминикане и всех удивили когда был например только Амиран Дменихача на ютюбе но в принципе все что он выложит было офигенно круто потому что ничего себе взрослый человек может что-то выкладывать на youtube сейчас нет представьте что раньше было три канала по телевизору а потом стало 150 каналов и конечно же каждый следующий канал он уже не так интересен ему надо чем-то выделиться поэтому если вы хотите действительно быть медийным выходить в публичное пространство медийное пространство то тогда вам нужно супер выделяться какой-то либо глубиной погружения в проблему либо какой-то очень узкой темы в которой вы профессионал либо каким-то супер нереальными невероятными кадрами именно поэтому мы приезжаем фотографироваться делать контент youtube вот на такие места представляю ну вообще это это просто край мира если вы хотите развиваться в какой-то теме сразу думайте кто самый лучший в этой теме кто уже сейчас номер один например по спорту или по футболу или не знаю кто номер один печет куличики там да и надо смотреть на него и смотреть что он делает и быть лучше его снять примерно то же самое ну а зачем вы нужны если вы уже никого не удивите таким контентом поэтому будьте лучшими ну че друзья спасибо что досмотрели выпуск до самого конца ставим лайки подписываться на канал и конечно же пишем комментарии спасибо ну и зашарить это видео если вам действительно понравилось пока с вами рома анапа вот этого вот серега точно не ожидал серега пока 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 пока